Итак, берем интервью у сборной России по футболу после матча Россия-Уэльс. Итак, переходим к вратарю сборной России, к Игорю Акинфееву. Игорь, 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 как ты себя чувствуешь, Игорь? Как ты устоял после ударов Гарольда Бейла, Игорь? Игорь Акинфеев, ты выстоял, выстоял, но три гола пропустил. Следующая встреча, а вы одержите победу? Нет? Все ясно. Итак, переходим к игроку нападения сборной России, Кокорин. Что вы можете пояснить, почему вы не забили? Почему вы не забили в сборной Уэльса? Почему вы не забили в сборной Уэльса? Хоть один гол, скажите. Почему? Хоть один гол. Вот здесь, кто со мной пройдет, Кокорин, пойдет. Хоть один гол. Я вас не пойму. Еще раз повторите, в чем причина? Почему? Не сыграла схема. Кстати, что нам может пояснить по этому вопросу главный тренер сборной России, Слуцкий? Почему так получил? Почему вы пропустили три гола? Три гола ваша команда почему пропустила? Во все виноват Игорь Акинфеев, да, вратарь? Вратарь, а как же, что вы поясните по поводу защиты сборной России по футболу? Что по этому вопросу нам скажет центральный защитник Березуев? Скажите, пожалуйста, почему вы не выигрывали сборную Уэльса? Почему так слабо играли в обороне? Поясните, пожалуйста. Поясните, пожалуйста, почему Березуев? Березуев? Что случилось с обороной сборной России? Слуцкий, поясните. Кокорин, что вы можете сказать? Почему вы не забили, не реализовали? Не реализовывали контратаки? Почему? Вообще. Я, как вижу, вы в очень хорошей спортивной форме. Поясните, пожалуйста, почему? Почему так произошло? Вы не реализовали ни одной, ни одной атаки. Ни одной атаки не реализовали.